Здравствуйте! Я рада вас приветствовать на канале Обзорно не зазорно. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим о влоге канала Семья Колесниковых. Но я благодарна всем, кто ставит лайки, пишет комментарии, подписывается на мой YouTube канал и на мой Telegram канал. Мы переходим к Колесниковым. Света и дети едут делать рентген. Да, вещание прямо из автобуса практически с места событий. Но вот вы знаете, едут все дети, кроме Максима. Наверное, в техникуме, в училище, простите, я только что вызвызла Максима. Нет, конечно, это училище. В этом училище, наверное, не требуют никаких справок у Максима, никаких прививок не требуют. Поэтому, скорее всего, Максим никуда не поехал. Говорит Света о том, что вместо прививок они делают рентген. И поехали в топ-диспансер. Ну, будем надеяться, что все хорошо у них. И вот они едут. Вот Света сидит на двойном сидении, на двойном таком сидении с Дариной, а за Светой, Настей и Виталина. Понятно, делайте, девочки рядышком сидят. И в руках у Дарины пончик. А у Насти, у Виталины нет пончика. Вообще, даже намек на то, что печенье какое-то было бы, да, ну, какой-нибудь перекус. Нет этого ничего. Единственное, мобильный телефон, и то Света. Говорит, посмотрите на этих, мол, девочек. Играют они в телефоне. А что им делать? Вот что делать? Почему Дарина не играет в телефоне? Потому как она ест. У нее руки заняты едой. Да, и Света говорит, не применула сказать, да, вот мой пирог не пользовался таким успехом, как вот Анжеликины пончики. Вот пончик даже вот Дарина взяла с собой в дорогу. Да. То есть, я так понимаю, что Анжелику усиленно готовят к замужеству. Прям такой пиар. Анжелика то, Анжелика это, Анжелика молодец. Что и говорить. После того, как они были на рентгене, зашли в светофор. Долго ходили по светофору. Дети то одно рассматривали, брали в руки, то какие-то ромашарики ели. В баночке то подошли, посмотрели лапшу быстрого приготовления. Это, понимаете, дети голодные были. Потом как Настя говорит, смотри, как дорого стоит. Но Света говорит, нет, это не лапша, это дорого стоит. Лапша около 18 рублей, что ли, стоила. 120 или 100, да, 121, по-моему, рубль стоили корнишон. Света говорит, корнишон это огурцы в банке. Но Света не уточнила, что это маленькие огурчики в банке. Да, совсем малюсенькие такие вот корнишончики. Но неважно, какие именно. Главное, что не лапша быстрого приготовления, так дорого стоит. Но, тем не менее, Света, насколько я понимаю, не взяла эту лапшу. Смотрела на каши, крупы всякие разные. В общем, нашла полбу, нашла лапшу. Но то, что она искала, так и не нашла. То есть, они походили по этому светофору, толком ничего и не купили. Но голодные дети, то к одному прилавку, ну не прилавку, к стоечке, да, к одной подходили со съестным, к другой. И в итоге подошли они к констоварам. Анжелика взяла дневничок, да, дневник с секретами. И, мол, я так понимала, хотела бы приобрести. Она говорит, ну что ты туда записывать будешь? Ну, боже, боже, неужели отказала любимая дочь от приобретения чего-либо? Долго смотрела, рассматривала Анжелика этот дневничок. Да, он симпатичный. Странички как-то вот разграфлены, расчерчены. Какие-то там подписи, какие-то там выделенные области на каждой страничке для записи того или иного момента жизни. Ну, конечно, Анжелике это интересно. Конечно, это интересно деткам помладше, но, учитывая то, в какой именно школе учится Анжелика, Анжелике это интересно именно сейчас, именно в ее возрасте. Но, я так понимаю, все-таки не окупила Света. По крайней мере, нам не показали это. Возможно, потом где-нибудь увидим, так, не означает, что вот, где-то там мелькнул этот самый дневничок с секретами. А, возможно, и нет. Пришли фотографировать Настю. Настя фотографируется на паспорт. И это здорово. И все хором пришли фотографироваться. Ну, конечно, у них другого выхода не было, я так понимаю, да? Потому как, ну, уже если вышли из дома и всей семьей, то уже всей семьей не будут и фотографироваться. Не повезет же Света только Настю фотографироваться. Уже вот такая оказия. Все в городе. Ну, и Настя тоже сфоткалась на паспорт. Приехали домой. И что делают? Пришли на кухню, естественно. И вот эти вот пончики оставшиеся макают в глазурь, которую почему-то Света вначале называла помадкой. А потом поняла, что все-таки это глазурь. Потом ее осенило. Говорит, Настя, это глазурь, а не помадка. Думаю, да ладно. Что случилось со Светой? И вот кто как посыпает, да? Вот Никита, ну, как бог на душу положит всякими украшениями поверх этой самой глазури, эти пончики. А Настя, вот вы знаете, вот она все-таки аккуратненькая девочка. Она понимает прекрасно, что от осинки не родятся апельсинки, что яблоко от яблоньки недалеко падает, ну и так далее, да? Гены пальцем не раздавишь. Но вот что есть в Насте, чего нет в свете, так это аккуратность. И вот аккуратненько-аккуратненько так выкладывать одну бусинку из этих украшений, да, вот, другой так ровненьким, ровненьким таким вот встроем, хотел сказать, да, такую ровную линию все у нее укладывается. Ну, молодец, что и говорить. Да, повторюсь, Настя, если что-то делает, то делает очень аккуратненько и скрупулезно. Вот что есть, того не отнять. В этом плане Настя, конечно, в семье Колесниковых равных нет. Не знаю, что будет с Виталиной, но Виталина, по-моему, не такая аккуратненькая, как Настя. Но хотя в Виталине тоже есть много хорошего. Поэтому сказать, что Виталина плохая, а Настя хорошая, не могу ни в коем случае, нет. Просто Настя чуть более аккуратна, чем остальные дети Колесниковых. И я смотрю, Анжелика в наушниках, да, Света говорит, не-не, Анжелика в наушниках, потому как музыку, мол, любят слушать. Я думаю, Анжелика в наушниках, потому как ее холодно. Она наушники хотя бы уши согревает. В доме просто холодно. И Анжелика одета два-три слоя. Такая вот многослойная одежда на ней. Ну, понятно, ее холодно. И детки тоже остальные как-то не совсем по-летнему одеты, да, по-осеннему, больше по-зимнему. Ну, и говорит Света о том, что вот Анжелика, оказывается, второй раз глазурь приготовила, да, и она являлась инициатором того, чтобы в эту глазурь сейчас обмакивать вот эти вот самые пончики. Анжелика их обмакивает, на блюдо выкладывает, и там дети остальные уже украшают посыпкой этой самой. Но тут Анжелика вдруг как крикнет, что вы так много этого, я не люблю. Ой, ну, наверное, кричала из-за того, что у нее в наушниках играла музыка, и она сама себя не слышала. Ну, тут вспоминает Никита о том, что мама посмеялась от души, так сказала Никита, да, от души посмеялась мама, когда показывала подгоревший пончик. Тот самый, помните, о котором я тоже говорила в прошлом обзоре. Самый первый пончик, который жарила Анжелика, и не углядела, и одна сторона у него прям чертная-черная была. Света тут же, я не понимаю вообще Света, она как будто бы конкурента увидела в Никите, по уму она с ним равна, или я не знаю, что-то с ней было. Но она так его передразнила, да, посмеялась от души, ну, кошмар какой-то, ну, для чего это так Света делает, я не пойму. А потом стала говорить мама детям, видит, что дети едят эти пончики. Как вы все поправитесь? Столько слопать пончиков, и что без последствий хотите? Нет, вы надуетесь, как шарики будете, как пончики. Ой, ну, кошмар какой-то. Вместо того, чтобы порадоваться, что дети едят, хоть что-то едят с удовольствием, нет. Света обязательно должна ложку дегтя добавить в бочку меда. И желательно этой ложкой дегтя всех сначала накормить. А потом неизвестно, будет ли у них желание есть мед после этого. Ну, в общем, что и говорить. Анжелика молодец в итоге получается, но остальные дети, как остальные дети. Завтра шаурма у них будет, представляете? Во, как? Я так понимаю, на завтрак будет шаурма, на обед будет шаурма, на ужин тоже будет шаурма. Хотя, вроде бы, не совсем так, потому как рыбу, вроде, планируют Света пожарить, но ее предварительно разморозить надо. Поэтому не факт, что Света сегодня вынет рыбу из морозилки и разморозит ее. Но грудку, да, отварит, говорит, завтра отварит грудку, и будет у них шаурма с грудкой, с помидоркой, с огурчиком. И брокколи, говорит, сейчас вот она приготовит на ужин детям. Думаю, ну нормально вообще. Это как? Так, она прекрасно знает, Света, что брокколи ест Света, Леша и Дарина. Для чего готовить на ужин? Непонятно, что Света, Леша и Дарина поели и все. Ну, Света говорит, да, вот будет брокколи, будет вкуснятина всем. И Настя говорит, да, да, будет вкуснятина всем. Света говорит, а ты что, будешь брокколи есть? А дальше началась непереводимая игра слов, если можно так выразиться. В общем, нет, конечно, это была не игра слов, это какой-то такой абсолютно бессмысленный диалог. Значит, Света спрашивает, ты брокколи будешь есть, Настю? Ну, а Настя чуть ли не криком говорит, нет, отдельно не буду есть. Наверное, Настя имела в виду, что она одна не будет брокколи есть. Настя, если будут есть, то будут есть все, всей семьей. А вот одна она есть не будет. Но Света это поняла по-своему. Говорит, как брокколи отдельно есть? Мол, тебе что, отдельно брокколи, отдельно яйца? Говорит, Света будет смешивать с яйцом брокколи без лука, ну, как обычно. То есть, яичница такая с припеком будет, да, что называется. Потом Настя говорит, а, вот эти два брокколи использовать? Какие вот эти, непонятно. В общем, только два, тоже как-то странненько. А Света говорит, нет, в морозилке которые уже отваренные, готовые. Что-то непонятное, недопонимание какое-то между мамой и дочкой. В принципе, у них вечное какое-то недопонимание происходит, да. И тут же Настя спрашивает, а зеленые брокколи? Света говорит, ну да, это хороший витаминчик. Вот и поговорили, вот и четненько, вот и поговорили. В общем, какой-то абсолютно бессмысленный диалог. И я не понимаю, для чего Света его не вырезала, для чего она нам оставила его. Тоже как-то странно и непонятно. Ну, в принципе, как и всегда, все у Колесникова. Кстати говоря, Леша в этом блоге не появлялся вообще. Ни Леши, ни Максима не было. Возможно, они где-то были на заработках. И да, Леша собирается покупать квартиру. По крайней мере, на словах. Спрашивает совета у зрителей. Может быть, вы знаете, где найти подешевле. Однокомнатную квартиру. И Дарина говорит, о, хорошо, мол, переедем в однокомнатную квартиру. Еще игрушки хочу, Леша. Говорит, ну какие игрушки? Если мы там все поместимся, это уже будет хорошо. Дай Бог, чтобы кровати куда-нибудь встали. А для игрушек уже, конечно же, места и не будет. В общем, не знаю, что это за новая какая-то фишечка у Леши. Что он придумал в очередной раз. Он решил продать дом в Весентуках и купить квартиру в Подмосковье. Где-нибудь в Электростале или в другом ближайшем городе. Не знаю. Может, в Сергеевом Посаде. Может, еще где-нибудь. Но в любом случае, что-то странненькое. Или они решили выдать замуж Анжелику. И отселить ее в эту однокомнатную квартиру с мужем. Возможно и так. Ведь вряд ли... Видите, вряд ли Колесниковы захотят, чтобы Анжелика, которая уже вышла замуж, осталась бы жить у них в доме, да еще не одна, а с мужем. Не-не-не. Для того и выдают замуж. Ну, или женят своих детей Колесникова с тем, чтобы не жили бы дети вместе с ним. С тем, чтобы дети отделились. Но это мое предположение, мое мнение. А может быть, это какая-то афера со стороны Леши очередная с этой однокомнатной квартирой. Правильно, мне писали в комментариях. Ваше мнение совпало с моим мнением. Я тоже склоняюсь больше к тому, что, возможно, это еще и афера какая-то. В принципе, Леша умеет, да. Умеет это делать, вспомнить только, что он вытворял в магазинах и вообще. А позиционирует себя, кстати, как верующий человек. Вот такой вот получился у меня обзор влога к каналам Семья Колесниковых. Если он вам понравился, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok